Друзья, всем привет! Я рад вас видеть на своём канале. Сегодня мы с вами продолжаем нашу рубрику про гайдов в Обливионе. Мы разберём самого сильного алхимика. Я вам покажу, как прокачать её максимально быстро, где найти самые редкие и интересные ингредиенты и многое-многое другое. Видео получится небольшим, так как этот гайд самый лёгкий в этой игре. Алхимию прокачать довольно-таки просто. Но что же, усаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Всем приятного просмотра! Итак, прежде чем мы с вами начнём, я бы хотел сказать пару слов об этом навыке. Он мало того, что очень простой, его можно раскачать буквально за час игры, но и очень сильно эффективно для любого игрока. Вообще, неважно за кого вы играете, хоть за воина, который любит всех сокрушать, мага, который кастует различные заклинания, или же за обычного вора. С помощью алхимии мы можем, по сути, заменить себе всю магию и все заклинания, создавать зелье паралича, увеличение урона, хамелеона и так далее. Ну что же, давайте теперь определимся с расой, одеждой и так далее. Тут нам желательно взять лесного эльфа, так как это единственная раса, у которой большая склонность к алхимии. Но это совсем не обязательно, например, если вы играете за воина, то лесной эльф вряд ли подойдёт. С ним у нас будет больше развит навык, и легче будет его прокачивать. Из главных навыков мы с вами берём, как ни странно, алхимию, а дальше уже на своё усмотрение. Зависит от того, за кого вы хотите играть. Из главных атрибутов у нас интеллект, так как он напрямую влияет на алхимию. Что же насчёт одежды? В Обливионе есть некоторое шматьё, которое повышает нам алхимию. К примеру, в имперском городе есть небольшой магазинчик, в котором продаётся капюшон лесника, повышающий нам алхимию на 5 единиц. И стоит эта побрякушка 4000 золотых. Также есть некоторые кольца, которые также повышают нам этот навык. И теперь запомните самое главное. Нам не стоит покупать эту ерунду, тратить на это свои деньги и так далее. Даже не стоит искать такие предметы. Хоть они и повышают нам алхимию, толку от этого никакого. От этого не становится сильнее наше зелье или дороже. Одежду и броню вы выбираете на своё усмотрение, в зависимости от того, за кого вы играете. Итак, теперь обсудим самое главное, это прокачка. Здесь она максимально простая. Есть два способа. Первый, это находить любые ингредиенты, съедать их и стараться не умереть от какой-нибудь там болячки. А второй, это набрать различные инструменты для алхимии и создавать зелье, как можно больше. Для этого нам, конечно же, пригодятся ещё куча-куча различных ингредиентов. Сейчас я вам покажу самые сочные места, где их находится огромное количество. Первое наше местечко, это знаменитые виноградные поля возле Скинграда. Здесь можно найти винограда около 200 штук, а может ещё больше. С другой стороны, мы найдём поляну с помидорами, там их находится тоже огромное количество. Также нельзя забывать про сады, которые находятся на дрожащих островах. Здесь много редких ингредиентов и бесплатных. Также стоит заглянуть во врата обливиона, там находится много различных интересных ингредиентов. Ну и если вы не хотите зарабатывать деньги с помощью алхимии, а именно её прокачать, то ингредиенты можно всегда купить у любых торговцев. Либо в алхимических магазинах, либо же просто заглянуть в любую таверну и накупить там еды. Когда мы более-менее прокачали алхимию, нам стоит отправиться в Скинград, в таверну Западный Вельд. Там в подвале мы встретим вот этого эльфа, у которого можно будет купить обучение. После этого можно будет побегать по всему сироделу и собирать книжки, чтобы немного повысить наш навык. Первая книжка находится в гильдии магов в Короле. Вторую книгу мы найдём в магазине «Всё для алхимика», который находится в Скинграде. Третья и четвёртая книга расположены недалеко друг от друга в Университете волшебства Имперского города. Одна будет расположена в мистических архивах, а другая в Люстраториуме. Ну и последняя книга будет расположена в таверне «Имперский мост», который находится в самой глуши недалеко от Бравила. Итак, друзья, про прокачку, атрибуты, навыки и так далее я вам уже всё рассказал. Настало время самого интересного. Это рецепты различных зелий. Сейчас я вам покажу парочку интересных рецептов для зелий, которые облегчат вам прохождение. Для первого зелия вам понадобится рулет, листья обыкновенного синяка, нектарные перстянки и цветок алканы. После этого мы получим зелия, которые нам дают защиту от паралича, болезней и ядов. Для второго зелия нам понадобится мясо, крысы, листья, сердечника, харада и яд доедра. После этого мы получим уникальный яд, который даёт безмолвие, повреждение здоровья, паралич, повреждение запаса сил и так далее. Очень эффективная штучка как для воинов, так и для убийц. Для следующего зелия нам понадобится картофель, семена льна, соли пустоты и корневая пульпа. И получается идеальное зелие для мага, но у него есть маленький побочный эффект, это повреждение здоровья. Зато он нам повышает магию и даёт хорошую защиту. Следующий рецепт будет очень уникальным. Таких зелий мы сможем сделать только 6 штук. Нам понадобится мясо кабана, нектар водного геоцита и самое главное жир нарисованного тролля. Как его получить я уже рассказывал в своём прошлом видео, где я разбирал один интересный квест. Можете его посмотреть. Ну и наконец, наш последний рецепт, который поможет нам создать самый имбовый яд в игре. Нам понадобится только один ингредиент, это спидал. После этого мы получим яд, где будет повреждение здоровья 8 единиц на 30 секунд. В общем случае мы нанесём 240 единиц урона. Ну и наше последнее зелье. Для него нам пригодится только сердце доэдра. С помощью него мы будем восстанавливать 13 единиц здоровья в течение 43 секунд. Очень полезно будет в бою. И запомните самое главное, нам нужно будет использовать инструменты мастера. Не ученика, не специалиста, а именно мастера. Так у нас будет самое эффективное зелье. Ну что ж друзья, сегодняшний гайд подходит к концу. Я очень надеюсь, что вам было интересно и вы узнали что-то новое. Ну и самое главное, я надеюсь, что это вам хоть немножко поможет в вашем прохождении. Можете также написать в комментариях, какие гайды мне ещё сделать. Ну что же, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok